всем привет с вами я дмитрий врезка вы смотрите кулинарную пропаганду я обожаю ржаной хлеб пока жил россии ел практически один бородинский в наших краях можно купить хлеб подобного типа только в русских магазинах во-первых продается он замороженным виде они свежие во вторых непропорционально дорог я считаю и в третьих качество откровенно хромает поэтому я начал печь ржаной хлеб самостоятельно начал конечно с классических гостовских рецептов бородинского и рижского но уж больно не по времени затратные получаются там весь процесс растягивается на двадцать восемь а то и 36 часов причем каждые четыре шесть часов нужно определенные манипуляции с тестом производить в результате подогнал рецептуру под свои временные возможности и под свой вкус хлеб я выпекаю на закваске спонтанного брожения по методу профессора сарычева кормлю ее один-два раза в неделю все подробности и кормления и выведение этой закваски я чуть позже сообщу а сейчас начну процесс и так на часах девять часов вечера закваску я достал из холодильника где-то три часа назад чтобы она отогрелась взбодрилась немного вот так она выглядит мне надо отложить примерно столовую ложку для хлеба остаток здесь примерно наверное чайная ложка может полторы осталось станут основой для следующей партии закваски обожаю так приятный запах такой кисленького молочка что ли добавляю сюда 30 граммов ржаной цельнозерновой муки 30 миллилитров воды и перемешивают однородности все на этом процесс кормления завершён закрою пищевой пленкой оставлю на час при комнатной температуре это чтобы она успела жить а затем уберу в холодильник кормить ее нужно будет не раньше чем через три дня но не позже чем через неделю иначе перекисает вот так она мне и живет теперь разберемся закваской для завтрашнего хлеба 150 миллилитров воды комнатной температуры и размешать более-менее без фанатизма просто чтобы она легче потом с мукой смешивалась эта смесь теперь 150 граммов муки ржаной цельнозерновой и вот сейчас размешиваю до однородности все эту посудину нужно оставить при комнатной температуре на ночь продолжу с ней заниматься уже утром тоже надо накрыть пленкой чтобы не пересыхало ничего и и еще одна процедура на сегодня можно воспользоваться ржаным солодом мне удобнее пользоваться концентратом квасного сусла это собственно говоря вытяжка из ржаного солода и есть вот такой пакетик смотрите очень густой он по составу чтобы можно из него было что-то выдавить разогреваю его в микроволновке 10-15 секунд ему и хватит смотрите как надулся сюда же 150 миллилитров крутого кипятка и столовую ложку патоки очень сложно было найти объездил кучу магазинов нашел только у англичан можно конечно и медом заменить но у патоки очень характерный вкус и любые замены однозначно приведут к изменению вкуса готового хлеба не факт что это будет хуже попробуйте и меняйте все на свой вкус и сейчас в этом самом крутом кипятке нужно заварить муку по порции те же самые 150 граммов муки на 150 граммов кипятка да чуть не забыл сразу нужные молотый мин и молотый кориандр что добавить по чайной ложке того и другого все на сегодня все процессы завершены заварку тоже надо накрыть чтобы не пересыхало и может заниматься своими делами встретимся завтра и снова здравствуйте или вернее доброе утро продолжаем разговор сейчас надо замесить опару для чего смешать все то есть добавить 150 граммов воды примерно 1 грамм свежих дрожжей или полграмма сухих еще 100 граммов пшеничной муки высшего сорта и 150 граммов муки ржаной но уже не сеяны как вчера а цельный зерновой и перемешать до однородности если готовить совсем без дрожжей то во первых время подъем увеличится практически вдвое но это 4-6 часов занимает вот представляете 8-12 к тому же и хлеб готовый получится слишком кислый потому что закваска это симбиоз диких дрожжей и молочно-кислых бактерий они норовят все тесто молочной кислотой заполнить поэтому я предпочитаю дело немного ускорить все опару надо оставить вызревать при температуре 27-30 градусов на 4-6 часов до вызревания этот момент очень легко отследить опара сначала будет подниматься такой шапкой а потом середина начнет проседать вот момент проседания этой середины опары и есть момент созревания естественно нужно накрыть ее чтобы не пересыхало хочу сегодня на тостах из ржаного хлеба смонтировать закуску из куриной печени с грибами вообще на быстро готовится относительно конечно но лучше с утра всем днем займусь по холодку днем жарко будет а пока про заказку расскажу выращивание по методу профессора сарычева длится 5-6 дней процесс очень простой каждые 12 часов то есть утром и вечером делаем подкормку и все для простоты и весь процесс выведения закваски в таблицу распишу показывать не буду что там показывать добавил муки воды перемешал и все вообще краткий лебез по закваскам их можно условно разделить на две группы спонтанного брожения в них непостоянный бактериально-дрожжевой состав и производственные в них уже установившийся состав дрожжей бактерий которые образуются в результате того что мы ведем с определенной частотой в процесс подкормки определенную влажность соблюдаем и определенную температуру в случае домашнего использования мы сначала выводим закваску спонтанного брожения а затем благодаря установившимся вот у вас лично дома циклу регулярности кормления температурным режимом при которой она у нас живет вот это спонтанного брожения закваска превращается постепенно в производственную ну потому что у разных штаммов бактерий и дрожжей свои предпочтительные условия содержания и вы навязывая этому дрожжево-бактериальному общежитию свои условия по температуре по частоте кормления как вам удобно это сделать создаете условия оптимальной жизнедеятельности именно для какой-то определенной группы бактерий дрожжей а все остальные соответственно погибают именно поэтому кстати вот эти разговоры про бездрожжевой хлеб которые мы выращиваем на закваске мы ведем это глупость несусветная любая закваска содержит дрожжи другой разговор что вы без микробиологической лаборатории никогда не выясните какой именно из видов дрожжей в вашей закваске живет их вообще-то полторы тысячи видов так что в магазине вы покупаете один вид совершенно определенный вид дрожжей и выращены на производстве а дома готовить по принципу что выросло то выросло ну или закваски кроме дрожжей еще и культур молочно-кислые бактерии присутствуют и именно благодаря им приобретает хлеб на закваске такой классный вкус и аромат пока про закваску рассказывал тут из подготовки для паштета закончил надо все слегка поджарить а потом уже можно куриную печенку добавлять важно печень чтобы проверить очень часто продается плохо очищенная там желчью испачканная все это безобразие отрезать и выбросить тут очень важно на мой вкус печень не пересушить чуть-чуть передержали и все уже не то будет поэтому периодически разрезаю очередной кусочек печени смотрю как только розовый цвет исчез значит снимать с огня ну что остается все блендировать приправить солью перцем мускатным орехом добавить сливочного масла и сливок для мягкости вкуса да масса сливочное надо добавлять во всю эту пасту не раньше тем она остынет хотя бы до комнатной температуры если прямо сейчас в горячую положить сливочное масло на мгновенно растает и потом при остывании в том же самое холодильнике сверез такими крупинками это не очень хорошая консистенция получится ваша паштета короче так что не спешите все жду остывания до обожаю портеты отлично сливочный сладковатый из моркови и лука с ярким ароматом грибов и перец я люблю когда перец попадается на зуб таки маленькими кусочками перчинками поэтому добавляют именно крупный такой они молотый в труху когда не только горечь но вот еще такие маленькие взрывы вкус получаются это супер короче все его я сейчас остужу до конца уже при комнатной температуре и уберу в холодильник и можно расслабляться и очередной длительный этап прошел опара созрела можно замешивать тесто а с тестом все гораздо быстрее чем со всеми остальными этапами соль вода мед и мука ржаная сиеная и перемешать обожаю жарной хлеб вот ненавижу возиться с жарным тестом она всегда чудовищно липкая похоже на пастелин какой-то насколько удобнее возиться тесто на пшеничной муке с ним прям красота хорошо что вот это вот вымешивать долго не надо только до однородности смешал и все оставлю на час-полтора и можно будет формовать хлеб из указанного рецепте количество продуктов я формую две булки немного тесто надо ставить в чашки для обмазки будущих хлебов что поверхность после выпечки осталась такая гладкая красивая их нужно старательно обмазать вот этим ржаным молочком или ржаным кисельком молочком наверное все же немного воды к остаткам теста и смешать поверхности их в помещении быстро пересыхает в жарной муке почти нет глютена поэтому порист сверху такая некрасивая получается если не загладить аккуратными такими нежными движениями надо все затереть расстойку а это обязательный этап проводим при температуре двадцать шесть-тридцать градусов в течение семидесяти семидесяти пяти минут не спешите за это время пару раз процедура маски надо повторить эти промежуточные маски показывать не буду чтобы ролик не затягивать уже кстати можно греть духовку температуру двести шестьдесят пять градусов выпекать я буду на камне но такие хлеба можно и форме выпекать если у вас камня нет смотрите как подошел чинная маска чтобы в печь хлеб мокрый попал и и и и и и и и обязательно воды внутрь если у вас нижние тены открыты то можно из пульверизатора водичкой стенки обрызгать выпекают так семь восемь минут при температуре двести шестьдесят пять градусов потом понижаю до ста девяносто и держу еще примерно 30 минут хлеб пока горячий что совсем уж красивый был нужно пока не остыл смазать его крахмальным кисельком чайную ложку кукурузного крахмала воды немного нагреть до кипения и все готово есть его нужно после полного остывания сейчас пока еще не вся влага изнутри ушла и срез если сейчас резать будет некрасивым но мне уже не терпится давайте так сейчас я закуску прям на этом клепе приготовлю а затем еще и завтра досниму если вспомню этот паштет буду на ржаных тостах подавать так ну и с какого начать как вы думаете с огурцом или с помидоркой наверно с огурцом вкусненько но огурец знаете он такой слишком нейтральный поэтому нет с огурцом не смысла делать так а с помидоркой с черри да с помидоркой лучше так но это были тосты а что касается самого хлеба дядька я отрежу ломтик такой вот и вот этот сейчас вам скажу вот вот эта кислота в хлебе присутствует это как раз таки заслуга закваски он кисленький а он очень классно по вкусу весь пропитан тмином и кориандром и сладость присутствует и сладость заварного теста и сладость патоки и сладость меда классная штука люблю ржаной хлеб я вот люблю нравится мне несмотря на что долго его готовить весь день как привязанный где не выпечки получается сидишь но если так и так в этот день дома сидеть почему не приготовить короче если вам интересно делайте по этому рецепту и можно настраивать рецепт от себя увеличивать уменьшать количество сахара добавлять либо не выдавлять мед добавлять патокурия не добавлять на мой вкус добавлять и пропорции между ржаной обдирной мукой цельнозерновой и ржаной сеянной мукой тоже можно менять мне больше нравится когда вот это вот цельнозерновой побольше на этом позвольте закончить огромное спасибо за компанию спасибо за лайки за дизлайки за репосты не забудьте нажать колокольчик чтобы не пропустить новые видео подписывайтесь на канал всем пока